Все мы в нашей жизни устанавливаем определенные приоритеты, решаем, что для нас важно. Для меня на первом месте в списке приоритетов стоит возможность прожить интересную жизнь, полную радости. Для меня это всегда было самым важным в жизни, моим компасом. Я всегда тянулся к тому, что приносит мне удовольствие и вызывает мой интерес, и это позволило мне прожить совершенно необыкновенную жизнь. И сейчас я бы хотел предложить вам посмотреть на себя как на художников, как на творцов своей собственной жизни. Я прошу вас увидеть, что вы можете буквально выбирать для себя все то, что только есть на планете Земля. Очень интересно, что в исследованиях, посвященных творческим способностям, проведенных на пяти-шестилетних детях, которым задавали вопрос, кто считает себя творческим ребенком? Из 30 или 40 детей, 5 и 6-летних детей, принимавших участие в исследовании, более 90% детей назвали себя творческими. А когда психологи провели эксперимент на людях в возрасте примерно 20 лет, оказалось, что менее чем 5% 20-летних думали о себе как о творческих людях. Что же должно было произойти в возрасте между 5 и 20 годами, что заставило их поверить в то, что они не творческие люди? Понимаете, дело в том, что нам дали совершенно неверное определение понятия творчества. Мы почему-то считаем, что быть творцом – это писать книги, рисовать картины, высекать из камня скульптуры или сочинять пьесы. Вот это люди творческих профессий. Куда же нам до них? Мы обычные, чем невыдающиеся люди. Послушайте, для начала, если у вас есть дети, вы же их создали и физически, и как личности. Невозможно воспитывать детей, не будучи творческим человеком. Если у вас есть бизнес, вы создали его в буквальном смысле слова. Сотворили из своих наблюдений окружающего вас мира. Наш путь в этом мире позволяет каждому из нас быть творцом своей собственной жизни. И думаю, все понимают, что особенно в кризис проявлять творческие способности еще более важно. Вся сложность, но и возможности, связанные с этим конкретно кризисом, заключается в том, чтобы найти ответ на вопрос, «Как же мне устроить себе интересную и полную радости жизнь во время этого кризиса?» И многие скажут радостную и интересную. «Джон, сейчас кризис. Ты что такое говоришь вообще? Радостную и интересную». Но подумайте сами. Вы же можете творить. Начните думать о себе, как о художниках, рисующих свою жизнь. И поймите, что если вы художник, который рисует свою жизнь, вы можете сотворить такую жизнь, какую вы хотите. Так почему бы не сотворить ее интересной и полной радости? Какой бы вы хотели видеть свою жизнь? Забудьте даже думать о том, чтобы пройти этот кризис при помощи механических действий. Действия, конечно, важны, но также очень важен настрой. Очень важно получать удовольствие. Очень важно поддерживать самого себя. Так что вы должны использовать любую возможность наполнить свою жизнь радостью и способностью самим определять, какие действия важны в вашей жизни. Спросите себя, какой была моя жизнь до этого кризиса? Умел ли я радоваться и наполнять радостью мою жизнь? Жил ли я интересно? Умел ли я отдыхать и восстанавливаться? Выделял ли я время на медитацию? Исследовал ли глубины самого себя? Делал ли я то, что для меня по-настоящему важно? И если нет, пора вернуть в свою жизнь этот баланс. А кто-то может сказать себе, нет, пора уж подсобраться, что-то я слишком много халявил, пора уже взяться за ум и как следует поработать. Только вы можете знать, что нужно именно вам для достижения баланса. Именно поэтому способность быть внимательным и слышать реальность настолько важна. Прислушайтесь к себе, заметьте, что откликается в вашем сердце. Доверьтесь своему ощущению, и это приведет вас к тому, чтобы сделать правильные шаги в правильный момент времени. Быть лучшей версией себя – это наша ответственность перед окружающими. Стать лучше, думать позитивно, творить личную историю, в которой мы можем увидеть, как мы сами, и не только мы сами, а и весь мир становится лучше в результате всего происходящего. Это наша ответственность перед собой и обществом. Мне кажется, в этом месте очень важно подчеркнуть, что достойно пройти этот кризис, выйти из него лучше, чем вы в него вошли – это наша ответственность не только перед собой, но и перед другими. Как в том примере, которым я недавно поделился с одним из моих собеседников. Когда вы летите в самолете, и в результате какого-то происшествия из панели над вами выпадают кислородные маски, вы наверняка помните инструкцию – наденьте маску сначала на себя и только потом на детей, потому что для того, чтобы помочь другим, вы сами должны быть в состоянии дышать и действовать осознанно. Это аналогия применима и к текущему кризису. Те из нас, кто готов быть осознанными жителями планеты Земля, те из нас, кто готов стать лучше, должны, продолжая метафору сначала, надеть маски на себя, а затем помочь другим. Это нам нужно наполнить свои сердца храбростью. Это нам нужно иметь понятное и четко сформулированное видение будущего. Это мы должны быть полны устойчивости и силы, воображения и творчества, тех качеств, которые сейчас важны не только в частной жизни каждого из нас, но и в жизни всего человечества. Изменить мир можно только начав с себя. Все начинается с нас, и я хочу, чтобы вы услышали и откликнулись на этот зов, приглашающий вас стать лучше не только ради себя, но и ради всех нас.